МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброго летнего дня! От лета мы ждем жарких дней, невероятного отпуска и ярких эмоций. А от студии 11 на Юргане нескончаемого позитива, знакомств с интересными людьми и бесконечных улыбок. Какое будет ваше лето, мы предугадать не сможем, но вот в студии 11 уверены. Тогда начнем саморазвиваться со знаком плюс. Вот что нас ждет в первой части программы. Солнечный поцелуй. Как защитить кожу от ожогов? Постарайтесь избегать появления на солнце в этот период, с 12 до 16 часов. Сделано с любовью. Хендмейд от бабушки из Ингушетии. Так сидеть я не могу. Если я навязала, я с ума сошла бы. Не пытайтесь повторить, чем удивили звездочки МЧС. Обиделся! Вообще не поднимаются! Накаловься! Солнце не самым лучшим образом влияет на состояние кожи и волос. Общедоступный факт, поэтому не забываем пользоваться средствами, которые помогут сохранить вашу красоту. И пусть жарких денечков в республике было не так уж и много, пора бы составить спасительный список ухода. А если вы за солнышком не углядели, и оно оставило на вашей коже не самый приятный поцелуй, вот советы нашего специалиста. Что делать, если вы сгорели на пляже? Намазаться сметанкой. Но есть способы уже и более интересные. В первую очередь постарайтесь избегать появления на солнце вот в этот период с 12 до 16 часов. Но если уж так получилось, что вы активно позагорали на даче или на пляже, ваша кожа покраснела, она горит, ей некомфортно, то можно себе помочь нанести гель алоэ. Он хорошо охладит кожу, он хорошо снимет воспаление и красноту. Также постарайтесь избегать любого трения. Это касается и мытья с мочалкой, это касается и пилинга на коже. Все средства, используемые сейчас, должны быть очень мягкими, должны создавать защитный слой, чтобы быстрее кожа сама могла себя восстановить. У нее есть для этого все механизмы. Главное не мешать ей, а помочь. А мы идем дальше. Вот за что и стоит любить интернет, так это за возможность заочно познакомиться с людьми, которые дарят миру свою любовь. За возможность вдохновиться их поступками. Делай добро, несмотря на возраст. Девиз героини следующего видео. 109-летняя Патимат Миржоева из Ингушетии уже полвека вяжет одежду для малоимущих. Ее жилетки носят люди по всему миру. Секретом своего долголетия бабушка считает трудолюбие и хочет продолжать делать добро, потому что просто очень любит людей. Так сидеть я не могу. Если я навязал бы, я сумасшедший слабый. Это лечение. Раздает свои жилеты малоимущим, всем соседям, всем родственникам. Она вкладывает в свою жилетку каждую свою душегрельность. Это новый жакет бабушка связала многодетный себе. Они не нуждаются. То, что она создает, это вот этот рисунок, это ее изобретение. Это, можно сказать, эксклюзивная вещь. Таких можешь нигде не увидеть. Что-то пошло не так. Она начала исправлять свою работу накидом, перекидом котлей, и получился такой узор. Все себя меня уважают. Вот это я рада. И делать буду, уважать, пока возможно. Душевный человек, добрый человек, который любит людей. Она просто любит, душу любит. Не просто так слова, а душу любит. И болеет за них. Хорошо, что во всемирной паутине загораются вот такие вот звездочки. А в минувшую пятницу загорелись звездочки МЧС. Подробнее об этом наша коллега Евгения Розова. Звездочки МЧС – это не просто детский праздник, организованный спасателями. Это урок, который может реально спасти жизнь. Звездочки МЧС – это вообще уникальный проект, который реализуется главным управлением уже 12-й год. 12 лет назад мы начинали с чистого поля, с детей сотрудников. Их было порядка 20. Сейчас это более 100 детей. И это дети не только сотрудников МЧС. С нами участвуют дети детских домов, что самое главное. И звездочки МЧС – это залог будущего безопасности наших детей. Именно на этих играх мы показываем им, каким должна быть безопасность. Они видят своими глазами работу пожарных спасателей. Игры, вы упомянули это слово. То есть здесь какие-то проходят соревнования. Что это за площадки? Здесь у нас игра построена таким образом, что идет игра по станциям. То есть есть 8 станций. Спасательная, станция спасательная, спасательная туристическая. Станция Самоделкино. То есть то, что детям интересно. В этом году что-то уникальное? Есть что-то новое? Потому что 12 лет, что-то все равно нужно чем-то удивлять деток. А вообще мы каждый год стараемся делать какую-то изюминку. В этом году мы привлекаем в рамках взаимодействия с ветеранами и пограничниками. Мы сделали станцию боевая подготовка. То есть сборку-разборка автоматов. В этом году впервые к нам региональный центр ГТО подключился. То есть ребята могут сдать и ГТО. А дети какого возраста принимают участие в играх? Вообще дети с 5 до 15 лет. Это, как правило, возраст, которым это очень интересно. А ну, видите, дети здесь у нас родители приходят с детьми, которые в свободное отнесение время службы даже с двух лет есть. Это не только развлечения ведь, да? То есть это какие-то и прикладные знания? Ну, сейчас в МЧС проходит акция «Безопасное лето». И вот именно таким мероприятием мы хотим привить основы, азы безопасности именно детям. Начинать на себя, на наших детей. Если бы вы были ребенком и участвовали сегодня здесь в играх «Звездочки МЧС», какая станция была бы для вас наиболее интересна? Вообще я вот 12-й год занимаюсь этим. Естественно, не умаляя достоинства никаких станций, мы делаем все-таки праздник для детей. И, естественно, спасательное, там оборудования колоссально много. Но одна из самых любимых станций, так по секрету, конечно, станция «Пикник». Только в этот день мы позволяем детям немножко вредной еды. Булочки с сосиской, с кетчупом и майонезом. Поэтому это им колоссально нравится. Ну и ваши пожелания участникам сегодняшних игр и вообще всем детям, которые будут проводить время в Республике Коми этим летом? Да пожелание одно – безопасного лета, безопасного детства. Чтобы все было хорошо, чтобы никаких чрезвычайных ситуаций не было. И прежде всего с детьми. Дети – это наше будущее. Прежде чем заработают тематические станции, показательные выступления от чемпионов пожарно-прикладного спорта и начинающих спортсменов. В чем заключается суть спорта? Что нужно делать? Нужно, вот сейчас недавно про это демонстрировали, нужно стартовать 30 метров и залезть по лестнице. Еще есть вторые виды. Это как 100-метровая полоса. Там с рукавами – это специальный инвертарь. С ним ты бежишь по буму. Потом надо соединить его правильно. И в конце соединить страхом должна получиться большая цепочка. Леонора, как преодолеть страх перед высотой? Башня же очень высокая, нужно очень быстро забраться. Ведь это страшно для девочки. На самом деле есть такой страх, что у тебя что-то пойдет не так, или ты замедлишься, потому что много людей, или ты можешь повредиться. Но на самом деле не надо ничего бояться, и ты справишься даже очень легко. Звездочки МЧС для детей любого возраста. Для каждого найдется своя точка интереса. Ну а взрослые приходом сюда ликвидируют сразу стаю зайцев. Дети заняты. Дети получают, безусловно, необходимые навыки. Дети приобретают знания о важных и нужных профессиях. Цель – показать ребенку, что это за профессия. Чтобы он, может быть, в будущем направил свое какое-то, в это русло пошел и тоже стал пожарным. Хочешь быть пожарным? Я – нет. А кем хочешь? С учеником. Никита на играх не в первый раз. В этом году доверили помогать в организации турнира. Что вы уже умеете делать? Надевать боевку, шлем, шланг перетаскивать, пограничную полосу делать. И противогаз надевать. Как вы думаете, это может пригодиться в обычной жизни? Да, конечно. Ну, если вдруг пожар случится или если ты захочешь выбрать эту профессию. Десять станций для шести команд. Новинка этого года – площадка от представителей пограничных войск. Пограничники предоставили нам такую возможность. В палатке вы увидите настоящее оружие, потрогаете своими руками, оденете настоящую армейскую каску. Ну, а вот по контрольно-следовой полосе вы уже все прошлись, потопали. Можем мы тоже попробовать? Да, можно, конечно. Оружие, хотя и околочено, и не является боевым, но обращаться с ним надо. Так? С боевым оружием, да? То есть затворы не передергиваем, друг на друга не отправляем. Спасательное оборудование и амуниция, которое не просто можно, а нужно трогать. На турнире «Звездочки МЧС» даже творчество с уклоном в сторону нужных знаний. Я рисую, ну, чтобы надо до конца отушить костер, прежде чем уходить. Нужно убедиться, что костер до конца потушен. Веселый и гривый март здесь тоже не случайно. Этот красавец хоть и не в форме, но и он в строю отважных спасателей. Это спасательная собака, обучен искать людей в лесу и завалим. Уже многих спас. Ну, достаточно. Вашу станцию называют самой популярной из года в год. Почему? В чем секрет? Ну, секрет, естественно, в наших вкусных булочках, хот-догах, полевой каше, большого количества лимонада. Ну, что у нас тут? Печеньки, огурчики. Дети как бы приходят, говорят девиз команды, отгадывают загадки, получают свои бутерброды, с чем они хотят, набираются тут силы, да дальше по дистанции. Наша задача главная – это не допустить гибели детей на пожарах в летний период и не допустить гибели на воде. У нас целый перечень мероприятий совместно с Министерством образования, Министерством спорта, с муниципальными образованиями. Вот именно по профилактике не только, будем говорить, гибели, но и получения травм и происшествий, связанных с детской здравительной компанией. Еще раз хотелось бы обратиться, пользуясь случаем, ко всем родителям. Будьте, пожалуйста, настолько бдительны в этот период. Не оставляйте детей при присмотре. Особенно это касается вот именно нахождения вблизи водоемов, потому что, к сожалению, 2018 год для нас был годом, когда мы потеряли на водоемах 8 детей. Вот поэтому хотелось бы, чтобы вот эта вот летняя здравительная компания у нас прошла без таких вот случаев. Еще раз всех с праздником, с начала лета. Есть темы сезонные. Клещи, например, сбор урожая, а есть постоянные. Такой является тема жилищная. И совсем не важно, весна на улице или же лето, если управляющая компания отказывается благоустраивать двор, с этим надо бороться. Как это сделать, расскажет руководитель центра ЖКХ «Контроль» Дарья Шучарина. С наступлением не только календарной, но и природной весны жители республики все чаще спрашивают меня, что делать, если управляющая компания отказывается выполнять работы на придомовой территории. В это время года речь, как правило, идет о благоустройстве дворов. Ну, а зимой – о вывозе и уборке снега. Итак, поясняю. Для начала изучите договор управления вашим домом. Если у вас его нет, запросите его в своей управляющей компании или ТСЖ. И внимательно посмотрите, есть ли в нем необходимые вам виды работ. Если таковые есть, требуйте отчет об их выполнении с вашей управляющей компанией. Если она отказывается это делать, либо документы вам кажутся сомнительными, смело пишите заявление в госжилу инспекцию вашего муниципалитета. Ее представители обязаны проверить действия, либо бездействия управляющей компании, и привлечь ее к административной ответственности с наложением обязательства выполнить все те виды работ, за которые вы ежемесячно платите. Если при изучении договора вы обнаружите отсутствие необходимых вам работ, это означает только одно – на прошлом общем собрании собственников вы за них не проголосовали. В таком случае управляющая компания вправе выполнить нужные вам работы, но за отдельную дополнительную плату. При этом вам важно понимать, что чем больше перечень работ, которые вы хотите заложить в договор управления домом, тем выше окажется тариф. Управляющая компания рассчитывает его и для того, чтобы ваши требования выполнить, ну и чтобы самой не разориться. Если у вас есть какие-то вопросы или проблемы, которые вы не в силах решить самостоятельно, звоните по номеру 46 90 49. Наш телезащитник обработает ситуацию и сделает все возможное, чтобы помочь вам с ней справиться. Мы уже подошли к середине программы, посмотрим, что ждет нас дальше. Конфликту? Нет. Рекомендация от психолога Ильи Соболева. Как не вызвать негатив? Как не спровоцировать открытый конфликт? Очень просто. Творческие или технические? Какие каникулы выберет ваш ребенок? В этом году такой большой-большой блок был разработан под названием «Лето плюс», где мы постарались объединить все возможные программы всех разных направленностей. Это студия 11, и мы плывем дальше. Конфликт намного легче спровоцировать, чем решить. Это один из многих выводов, к которому я осознанно пришел. Поэтому для себя решил, ни в коем случае влетать в ссору с ноги не буду. Верное решение. Лучше действовать хитро. Если с человеком категорически в чем-то не согласен, лучше с ним согласиться. А потом? А что делать потом? Научит психолог Илья Соболев. Мы каждый день ведем переговоры. И практически каждый день люди начинают нам возражать. Люди нам возражают и дома, и на работе, и просто прохожие, и наши родственники, знакомые, и самые-самые близкие люди постоянно нам возражают. Как не вызвать негатив? Как не спровоцировать открытый конфликт? Очень просто. Вместо того, чтобы спорить, попробуйте с человеком согласиться. Но не полностью, лишь косвенно. Для того, чтобы унять ту бурю, которая начинается между вами. Подходит к вам ваша супруга. И предлагает заранее провальную идею. Допустим, поездку, с которой вы категорически не согласны. Либо покупку, которая вас не устраивает. Для начала, не нужно с ней спорить. Постарайтесь согласиться с ней. Одной простой фразой. А что-то в этом есть. А вот уже после этого можно начать логический диспут. Который приведет к очень хорошим конструктивным выводам. Но самое первое. Пожалуйста, никогда не спорьте со своим собеседником. Присоединяйтесь. И его аргументы разбивайте логически, структурированно и аргументированно. Без первоначального спора, без агрессии. Что-то в этом есть. Как решить конфликт с собеседником, мы разобрались. А что же делать, если ты не в ладах с организмом? И это мы не о болезнях. В нашем сознании крепко сидят, наверное, миллион мифов о здоровье, которые впоследствии портят наше тело. О них сейчас поговорим. Первый, особенно актуальный в это время года, если помазать ожог сметаной или маслом, все пройдет. Не пройдет, ведь эти продукты из-за высокой жирности сохраняют тепло и способны занести вредные бактерии внутрь ранки. А это уж точно не приведет к благополучному заживлению. Поэтому оставьте продукты на кухне. А ожоги лучше обрабатывать специальными средствами из аптеки. Следующий миф. Нужно пить минимум 8 стаканов воды в день, а в жару еще больше. На самом деле жидкости нужно столько, сколько требует наш организм. У каждого своя норма и нет смысла заставлять всех пить именно 8 стаканов. Если принуждать себя пить много воды, можно заработать интоксикацию. Из-за этого появляется головная боль, тошнота, рвота и слабость. Слишком большое количество воды в организме также может стать причиной отека мозга, судорог и комы. Любимое средство наших бабушек при отравлении – стакан воды с солью и маргарцовкой. Во-первых, промывать желудок при отравлении можно не всегда. Например, при отравлении кислотами или щелочами, которые содержатся в бытовой химии и косметике, этого делать нельзя. Или если выходит кровавая или черная рвота, и человек в обмороке. Это может привести к ожогу слизистой оболочки пищевода и вызвать внутреннее кровотечение. А во-вторых, врачи советуют в домашних условиях промывать желудок только чистой водой. Лекарства, травы, марганцовку и любые другие дополнительные средства лучше не использовать без разрешения врача. Какой из этого всего вывод? Старайтесь решать проблемы со здоровьем, со специалистами. И берегите себя, друзья. В рамках студии 11 мы продолжаем знакомить вас с вариантами детского летнего досуга. У Республиканского центра дополнительного образования и детского технопарка «Кванториум» лето расписано буквально по минутам. Площадки интенсивные, даже полноценные лагерные смены. Подробнее обо всем Наталья Солдаткина, педагог-организатор «Кванториума» и Виктор Хохлов, заведующий учебной частью РЦДО. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Для начала скажите, вы вместе, получается, объединились и решили организовать вот эти детские смены и интенсивы? Да, в целом в этом году такой большой-большой блок был разработан под названием «Лето плюс», где мы постарались объединить все возможные программы всех разных направленностей, которые может предложить как РЦДО, так и детский технопарк. Я так понимаю, что это первый такой проект, да, у вас? Что так совместно и много, да. Конечно же, здесь технические направленности у нас уже были, как и лагерь дневного пребывания, так и выездной. Здесь было и творческие направленности лагеря, тоже выездного формата, но вот впервые у нас появились интенсивы, и все это вместе, это все это радостно и весело. Ну, насколько я знаю, «Лето в Кванториуме» уже наступило, уже начались интенсивы. Как это, каким образом сейчас это все проходит? Да, интенсивы – это, естественно, погружение в определенную тематику. То есть, например, на базе детского технопарка «Кванториум» интенсивы – это по таким темам, как моделирование и прототипирование, производство рекламного ролика, кстати, ваша тема, да. Это также робототехника на базе Ардуино, это электроника. То есть здесь очень много всего интересного, и здесь вот погружение конкретно вот в тематику. То есть взятие производства рекламного ролика, здесь дети разрабатывают конкретную идею, работают с конкретным заказчиком, они все это обрабатывают, снимают, фотографируют и делают качественный продукт. Виктор, что касается творческой части? Да. Непосредственно на базе Арцидо будет разворачиваться такое большое творческое пространство, которое мы назвали «Арт-академия». Все ребята, назовем мы так, студенты нашей академии, будут заниматься в трех больших направлениях, блоках. Это театральное погружение, мастерская по театральному мастерству в целом. Это изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество, где будут учиться создавать свои новые интересные шедевры в разных техниках. И, конечно же, это прокачка для танцоров. Это еще одно направление, которое всегда очень популярно среди детей и вообще молодежи в целом. Естественно, мы взяли его как одно из основных. Ага, вот стать студентами академии может кто угодно, то есть не обязательно ребенок должен учиться в РЦДО или в Кванториуме. Совершенно верно, то есть мы принимаем любых детей, скажем, даже у нас приезжает со всей республики Коми, ребята, если есть такая возможность, где жить, скажем, в Сыктывкаре. А здесь мы хотим прокачать детей в определенной направленности, если это ребенку интересно, что согласно интенсиву. То согласно лагерю здесь, конечно, есть образовательные составляющие и также досуговая программа тоже. А сколько длится вот будет интенсив в лагере? Так же, как обычно, 21 день? На базе технопарка у нас 10 дней рабочих длится интенсив. На базе РЦДО у них 3 недели, это получается 15 рабочих дней. Полного погружения, где у ребят есть реальный шанс прокачать какой-то навык в определенной области. Вот, кстати, ты сказал про 21 день, это полноценная лагерная смена. Насколько я знаю, первый раз вы поедете куда-то за пределы республики. То есть мы уже в технопарк ездили, конечно, у нас были технические смены, техностарт, но сейчас мы выбрали совершенно другое направление. Так мы отдыхали в Сыктывкарском районе, а сейчас мы отдыхаем в Кировской области. Это называется направление, техническая направленность, да, смена. Будут называться инженерные каникулы. То есть сейчас это именно в конкретно технической направленности, а конкретно в творческом плане? А в творческом плане это уже достаточно такая традиционная вещь для РЦДО. На протяжении нескольких лет РЦДО вывозит ребят, солистов коллектива, в целом коллективы со всей республики на побережье Черного моря, в детские оздоровительные лагеря, на так называемые театральные каникулы, где у ребят есть не только шанс оздоровиться, насладиться теплым южным солнцем, но и, опять же, немножечко развить свои способности и по хореографии, и по театру. И, опять же, это люди со всей республики, дети со всей республики. Так здорово. Насколько мы знаем, с интенсивами уже там все занято, да, по-моему? А как с лагерями делаем все? Ну, в лагере у нас практически все, вот конец июня, июль. Лагерь нового пребывания у нас уже идет, но, в принципе, в него попасть можно, так как образовательная составляющая не зависит от, скажем, сколько вы дней пребываете в этом лагере нового пребывания. А в остальном можно попасть к нам, то есть кроме интенсивов, к сожалению, потому что знания, дающиеся в первый день, это, конечно же, основа, на которой дети уже конкретно разрабатывают свою деятельность по протяжении всего интенсива. Ну, то есть с интенсивами уже все, да? К сожалению, да. А в лагере еще можно попытаться попасть. Это в следующий год. Ну, совершенно верно. Ну, что ж. Так же, как и на театральную смену, в принципе, места еще есть. И смена стартует в конце июня, поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть желание, всегда рады. Кстати, тоже хорошо. Потому что надо на публике часто выступать сейчас в современном мире. Да. Спасибо вам большое. Желаем, чтобы дети получили те знания, которые они хотят, чтобы им было весело, они нашли новых друзей. Спасибо. Желаем удачи в работе. И детских улыбок. И хорошего лета. Спасибо огромное. Спасибо вам также. Летом, как никогда, хочется пить. Алена, вот у тебя какой любимый напиток? Ну, вода. И я вообще что-то пью редко, кроме нее. И это правильно. Просто и полезно. О воде и других полезных напитках в следующем сюжете. Первым полезным напитком можно назвать простую воду. Она выводит токсины, поддерживает работу желудка, положительно влияет на состояние сосудов и суставов. Далее – гранатовый сок. Он нормализует работу сердца и сосудов, полезен при гипертонии и анемии. Не забываем про мятный чай, который стимулирует выделение желудочного сока, успокаивает, снижает давление, помогает бороться с бессонницей. Его величество – кефир. Ни для кого не секрет, что именно этот продукт нормализует пищеварение. Яблочный сок – оказывает полезное влияние на работу печени, почек и мочевого пузыря. Морс из клюквы – благодаря высокому содержанию витамина С, отлично укрепляет иммунитет и является хорошим жаропонижающим средством. И просто ромашковый чай. Он обладает антибактериальным эффектом, а также успокаивает и расслабляет нервы. К этому часу у нас все, скоро увидимся. Теплого дня, Республика. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова